Привет! Меня зовут Ирина Тихонова и многие из вас знают меня как главного редактора этого канала. Я пишу сценарии, беру интервью ученых, снимаю видеоролики. Я журналист, это моя профессия и большая часть жизни. Но есть другая часть, куда больше меня самой. Эта часть жизни связана с пациентами, отделением онкологии и генетики, смертью и паллиативной помощью. Я много лет работаю с тяжелой и часто неизлечимым больными пациентами, в основном с детьми и их родителями. Я кризисный психолог, человек, который должен говорить о смерти с теми, кто знает, когда умрет. И знает, абсолютно точно осознает, что умирает. В Кверте больше всего мне хотелось создать программу о медицине, чтобы иметь возможность рассказать как можно большему числу людей, что гомеопатия не лечит, грибы не исцеляют онкологию и экстрасенсы, не убирают генетических поломок при миотрофии дюшены и других неизлечимых заболеваниях, пока неизлечимых. Что принимать мышьяк и собственную плазму вместо химиотерапии нельзя, что орбидол не лекарство, а самолечение может оказаться небезопасным. Мне хотелось рассказать как можно большему числу медсестер и врачей, что пациенты в первую очередь люди, а не статистические единицы, в карты которых можно вписать смерть. Мне хотелось показать пациентам, что врачи не сословия, а такие же, как все остальные, плохие, хорошие, живые, как мы. Что им сложившиеся в стране ситуации со здравоохранением, в условиях абсолютного страха и раболепия, невозможно даже развиваться, невозможно не бояться, им нужно выживать, как всем. Звучит дико, но в своей практике я встречаю обманутых, запуганных, растерянных пациентов, их родственников, которые в погоне за чудом готовы поверить во все, что угодно. Часто они не могут спокойно принять необходимый план лечения, просто потому что с ними не умеют разговаривать. Потому что у врачей и медсестры нет времени, на месте нет кризисного психолога, а наше общество настолько дремучее в вопросах элементарной медицинской грамотности, что до сих пор находятся люди, считающие, что рак посылается человеку как божье возмездие. Я рада, что нашу программу смотрят очень многие. Это дает возможность нам доносить принципы доказательной медицины и критического мышления до многих людей. Но сегодня я хотела рассказать не о мифах и не о медицинских заблуждениях. Я хотела рассказать о нашем коллеге Андрее Павленко, одном из самых сильных онкологов России. Человеке, который месяц назад узнал, что смертельно болен. У него рак желудка в последней стадии. Его шанс на выздоровление 5%. Андрей принял принципиальное решение лечиться в России, чтобы на своем примере показать, что пациент имеет право знать, что с ним происходит, задавать вопросы лечащим врачам, принимать свои собственные осознанные решения, а не верить всему на слово. Совместно с редакцией таких дел мы вместе с Андреем шаг за шагом будем рассказывать в нашей медицинской программе, что такое рак, какие есть способы профилактики, как лечить, как разговаривать, что делать. Человек, заболевший раком в России, не знает, куда ему идти и что делать. Он тонет в море противоречивой недостоверной информации. Мы считаем, что нужно изменить ситуацию. Какой бы чуткой я ни старалась лично быть со своими пациентами, сколько бы смертей ни видела, я никогда не сумею разговаривать с ними в одной тональности. Никто лучше Андрея не расскажет тем из нас, кто может столкнуться с тем заболеванием, что делать. Знаете, у меня такой странный вопрос, но вы наверняка хотите знать будущее, да? А сможете ли вы жить, зная точную дату смерти? Представьте, у вас терминальная стадия рака желудка, и вы лучше других знаете, что это значит. Это приговор. Теперь вы пациент, а не всесильный доктор. Где найти доктора, которому можно доверять, если лучше в этой области вы? Можно ли дать надежду тому, кто точно знает, что никакой надежды нет? Сможет ли дать поддержку тот, кто сам нуждается в этой поддержке больше всех? Следите за нашей программой Лоботомия, блогом Андрея и сотнями таких делах. Задавайте вопросы, сомневайтесь. Да, смерть неизбежна, и всем нельзя помочь, но отношение к ситуации и качество жизни изменить можно. Знакомьтесь, это Андрей Павленко, онколог, который решил отдать этот год вам. Меня зовут Андрей Павленко, мне 39 лет. В настоящее время я являюсь руководителем онкологического отделения крупной университетской клиники в городе Санкт-Петербурге. Я узнал, что у меня агрессивная форма рака желудка, и в настоящее время я являюсь самым настоящим онкологическим больным. И я уже прошел первый курс химиотерапии. И план лечения, который совершенно четко обозначен, и я знаю, что будет следующим моим шагом. Считайте это хроническим экспериментом. Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни. Я хочу, чтобы вы знали о всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать. И я максимально открыто хочу рассказать вам о том, как с ними можно бороться. Андрей Николаевич, я с вами. Андрей Николаевич, я с вами. Андрей Николаевич, я с вами. Андрей Николаевич, шеф дорогой, я с вами. Андрей Николаевич, я с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин